Да, с вами мистер Сладкоежка. Всем привет, с вами Сладкоежка, и сегодня я записываю уже четвёртую часть вопросов от подписчиков, потому что, как ни странно, все её ждут и хотят. Хотя я думала, что на третьем остановимся, но нет. Значит, четвёртой части вопросов от подписчиков быть. Тогда поехали! Начинаю с первого вопроса. Вопрос. Оля, тебе кто-то нравится из твоего класса? Нет, уже никто. Был один человечек, но уже нет. Продолжим. Один мой подписчик написал, что мне не стоит с моими оценками хорошими поступать на повар-кондитер, и что я могу этому научиться самостоятельно дома. Но я так не считаю, потому что мастерство всё-таки нужно приулучшать. Короче, улучшать мастерство нужно в любом случае. И на дому учиться я не хочу. Да, я могла бы, но это будет не то. Я хочу получить профессиональное образование именно кондитера. Может быть и повара. И получить хорошую квалификацию. То есть там разряд высокий. Самый высокий вроде шестой разряд. Следующий вопрос. Хочу ли я развиваться в блогинге настолько, чтобы стать популярной? Мне кажется, это очень интересный вопрос, актуальный. Я думаю, что да, я бы хотела. Потому что, ну, круто, когда тебя узнают на улицах, но в этом тоже есть свои минусы. Потому что если у тебя прям миллионная аудитория, много подписчиков, то от внимания тоже устаёшь очень сильно. Но я бы хотела. Это было бы круто. Меня также спросили, был ли у меня парень. Я вам отвечу так. Парня, у меня не было. Не было. Ещё один вопрос. Хочу ли я детей? И если да, то сколько? Да, детей я хочу. Потому что я, в принципе, люблю очень маленьких детей. Ну и просто детей. И если да, то, ну, двоих как минимум, это точно. Кстати, заметили, что я снимаю на фоне новой нашей школы? Ну, те, кто не из Покрова, они, наверное, не знают. А те, кто из Покрова, знают, что у нас строится новая школа. И я сейчас нахожусь на стадионе на новом, который делают. Вот, и снимаю на фоне школы. Я решила эту часть снять на улице, чтобы было как-то поинтереснее, поживее, чтобы менялись локации, смена обстановки была. Вот. Дома уже скучно снимать. Там уже я во всех местах переснимала. Снимала в комнате, снимала в другой комнате. Вот. Так, и дальше вопросы. Кто тебе сейчас нравится из мальчиков? Я не буду говорить имён, но... Ещё вопрос. Меня спросили. Ты умная? Ну... Я не скажу, что я прямо очень умная, какой меня считают, или хотят, чтобы я такой была. Но я и не глупая. То есть, ум в своей степени в мире у меня есть. Вот так вот. Есть ещё один интересный вопрос, их даже два. Первый – это ругаюсь ли я матом? И второй – это пробовал ли я когда-нибудь алкоголь? Отвечу я пока на первый вопрос. Ругаюсь ли я матом? Так-то, в принципе, нет. Но если было пару случаев, когда меня очень сильно разозлили там, я очень сильно разозлилась, вот. И... Тогда, да, тогда я могу сказать. Это... Ну... Самые такие простые. Вот. А второй вопрос – пробовала ли я когда-нибудь алкоголь? Если когор считается алкоголем, то пробовала. А больше ничего нет. А, ну ещё. И к этому комплекту меня спрашивают, пробовала ли я сигареты или электронки. Нет, не пробовала и не собираюсь, так как, ну... Во-первых, я не вижу в этом смысла никакого. Я понимаю, что это людям доставляет удовольствие и... Как развлечение некое. Но... Не знаю, мне как-то это... Не то чтобы противно, но... Неприятно вот это всё. То есть ты идёшь с человеком, а рядом... Ну, рядом с тобой человек и идёт и курит. И вот этот аромат вдыхать, всё. Даже когда курят электронные сигареты, видно... Ну, не видно, а пахнет, проскальзывает запах именно самого никотина вот этого вот. Так что я против. Ещё к этим же вопросам меня спросили, как к мату и ко всему этому, к электронкам, к алкоголю относятся родители. И я отвечаю вам, что родители против. И я полностью с ними согласна. И ещё один вопрос. Какой чай я люблю? Я люблю... Очень сильно люблю чай с мятой. И я очень люблю малиновый чай и зелёный. И меня ещё спросили, из какого я города. Но эту инфу я не хочу раскрывать. Потому что... Те, кто знают, те знают. Это хорошо. Как вы могли заметить, уже на моём ютуб-канале и телеграм-канале стукнуло по 100 подписчиков. Но ютуб ровно 100. В телеграме 105. И, как вы помните, я обещала это отпраздновать со своими самыми близкими друзьями. И тоже заснять какой-нибудь ролик, как мы празднуем, отмечаем, с разными играми и развлечениями. Но в связи с некоторыми обстоятельствами, пока это празднование неосуществимо. Поэтому оно переносится на, думаю, где-то май. Вот так вот. Но точно ничего не могу сказать. А вы к этому времени постарайтесь набрать как можно больше подписчиков. И тогда будет больше мотивации наконец-то отпраздновать. А если вы за это время, за месяц наберёте до 200 подписчиков или хотя бы до 150. И будет какая-нибудь такая вот круглая дата. То это будет вообще крутяк. Также ещё меня спрашивают, когда будет проект. Но проект у нас тогда сорвался из-за теракта в Крокусе. Мы хотели снимать 23-го, а теракт произошёл 22-го марта. И из-за этого съёмки мы отменили. И пока не так же переносится на неопределённый срок. Скорее всего, на каникулы. Потому что мы хотели снимать, как раз были каникулы у нашей школы. В общем, у школ. И поэтому мы хотели снимать. А сейчас мы учимся. И времени для съёмок нет. Вот так вот. Давайте я отвечу на следующий вопрос. Знают ли твои родители про блогерство? Как к этому относятся? Да, родители знают. Но, скажу честно, я не сразу рассказала. Потому что боялась... Ну, не то, чтобы боялась. Не знала, какая у них будет реакция. Так как блогерство занимает много времени. И, как мне родители говорят, что в первую очередь это должно быть... Ну, время должно уделяться учёбе. Так как сейчас я заканчиваю 9 класс. Много подготовки к экзаменам. Вот. И поэтому... Надо было как-то очень осторожно рассказать. Вот. В общем, я рассказала им. Всё, они хорошо отреагировали. Но только сказали, чтобы я не бросала учёбу, не забрасывала. Чтобы одно другому не мешало. И это, я считаю, правильный подход. Потому что сама... Не знаю, у меня такие принципы. И мораль такая, что... Учёбу, если ты учишься, и... Если ты что-то начал, то нужно доводить это дело до конца. И не останавливаться на достигнутом. А идти всё вверх, вверх и вверх. Ещё был такой не вопрос, а просьба тоже в анонимных сообщениях. Можно ли, пожалуйста, выложить четвёртую часть в пятницу или в субботу? И вот, оно, да. Я её сегодня выложила. Выкладываю. Ну, не знаю, как у... Ну да, у вас-то видео выйдет в пятницу или в субботу. Надеюсь, что в пятницу. Потому что меня просили. А я-то снимаю в другой день. Так что вот так как-то. И ещё меня просят сказать топ-5 твоих одноклассников. Ну, я даже не знаю. Как-то никого выделять не хочется. Но я могу сказать. Давайте не топ-5. А вот сколько я назову, столько и будет топов. Согласны? Итак, начинаем. Настя, Кира, София, Аня, Аня, Алина, Наташа, Катя, Милана, Алина, Саша. Так, вот я забыла. Одиннадцать. А, Арина. И кто ещё? Я кого-то забыла. Но если это я кого-то забыла, не обижайся. Потому что я просто забыла имя. Ну, не имя, короче. Как сказать-то? Не знаю, может я тоже пересчитала, может я всех назвала. А, я себя не назвала. Вот кого я забыла. А я думаю, кого не хватает. Так что вот. Все девочки топ. И... Ну, мальчики у нас тоже хорошие. Просто я с ними мало общаюсь. И вот. Вот так вот. Ну, и ещё один вопрос. Я думаю, что он заключительный. Играю ли я в Бравл, хочу ли? Нет, я в Бравл Старс не играю. И меня, в принципе, не интересует эта игра. Так как я помню, когда мы позапрошлым летом гуляли с нашими друзьями, мальчишками, то они постоянно зависали в этом Бравл Старсе. И нам это надоедало, потому что они сидели на одном месте и играли. А мы хотели... Ой, да. Мы хотели там играть в клей, в прятки. Вот. Они, не отрываясь, сидели в этих телефонах. Поэтому с Бравл Старсом у меня какая-то такая история не очень приятная. Да, это был последний вопрос, я посмотрела. Так что на сегодня, я думаю, это пока всё. Ставьте лайки. Пишите комментарии под видео. Подписываемся. Также подписываемся, приходим по ссылочке ко мне в телеграм-канал. Ко мне в ВК-сообщество. Там тоже выходит много всего эксклюзивного и интересного. Ну, наверное, мы с вами прощаемся до следующего видео. Не знаю, будет ли пятая часть вопросов от подписчиков, потому что вопросов поубавилось, их не так много. Поэтому, если они у вас всё-таки есть, вы их тоже пишите. Тоже оставлю ссылочку, куда писать. Поэтому не стесняемся и спрашиваем. Даже будет интересно, если они будут какие-то смешные, каверзные или, не знаю, с подвохом. Поэтому всем пока, до скорых встреч. Опять видео заканчивается. Раз, два, три. Не закончилось.